Хей-хей-хей-хей, мотагоны! Всем привет! С вами взрывной майк и у нас сегодня новый обзор. И в этом обзоре я расскажу и протестирую вот эту пушку. Это правда пушка, гонка, мечта любого школьника, очень быстрый, совершенный, технологичный спортбайк. И это Yamaha R1 2020 года. Погнали! Это тот мотоцикл, который я давно хотел протестировать, неважно в какой версии, R1 или R1M, но обязательно вот в каком-то последнем поколении, потому что последняя R, на которой я катался, это была вот эта вот лупоглазая, пучеглазая. У меня есть видос на канале, очень старый. Это R-очка моего кореша Илюхи Пистолетова. И после этого я не катался ни на одной Yamaha. И однажды, когда я ездил на треке, еще на Каве, я зарубился с одной Yamaha. И по ходу дела это была Yamaha R1M, может быть, я ошибаюсь. Да, возможно, она была шитая, но я обалдел от того, как она едет. Она действительно очень круто ехала, и рубиться с ней было прям очень интересно. И я поставил себе задачу, что когда-нибудь в ближайшее время я обязательно найду этот мотоцикл и протестирую. И сейчас сложилось так, что мне достался самый обновленный мотоцикл этой модели. И в 2020 году действительно были обновления. И чуть позже я об этом всем расскажу. И кульминации нашего видео будет лучше же все-таки Yamaha 2020 года, чем предыдущий, или нет. Конечно, история R1 очень богатая. Действительно, об этом мотоцикле... Ох, я забыл выключить зажигание. Сейчас аккумулятор сядет, не заведем. История этого мотоцикла очень богатая. Yamaha R1 знают все. Как я уже сказал в начале видео, каждый школьник знает и мечтает об этом мотоцикле. Даже люди далекие от мототемы знают, что такое Yamaha R1. Ну, наверное, чуть хуже, чем, как любой человек знает, что такое Harley. Но тоже вот имеют представление. Представление этих людей Yamaha R1 это самый злой, самый быстрый, самый крутой спортбайк. И есть фанаты этих мотоциклов, которые тоже так считают. Но в начале видео сразу вам скажу, что это не самый быстрый спортбайк. У него есть какие-то большие плюсы, небольшие минусы. И если сравнивать вот эти все современные спортбайки, глупо говорить, какой из них крутой, а какой не крутой. В 2020 году, когда компании уже, я не знаю, внедряют просто такие технологии, что ты даже их не можешь понять, просто как это вообще реально или нет. На сегодняшний день любой современный спортбайк, он крутой, ребят. Просто у каждого производителя есть какие-то свои фишки, есть какие-то свои особенности. И об особенностях этого мотоцикла я вам тоже сегодня расскажу. Давайте быстренько пробежимся по сухим цифрам. Высота по седлу у этого мотоцикла 838 миллиметров. Это примерно, ну, какая-то такая золотая середина, да, 830-840 у спортбайков. Но я посидел на R-ке предыдущего года и на этой R-ке. И владелец вот той старой R-ки, и я почувствовал, что новый мотоцикл как будто стал чуть-чуть повыше. Посадка по эргономике здесь по-прежнему такая же злая. То есть ты когда садишься на этот мотоцик, ну, сразу вот чувствуешь абсолютный дискомфорт. Ну, кто-то чувствует вот эту крутость, да, трековые спортивные посадки. Но посадка здесь все-таки очень спортивная и неудобная для города. Опять же, если ездить в городе, есть гораздо более удобные спортбайки. Посадка, конечно, да, просто, просто люто спортивная. И, знаете, вот хочется иногда вот сделать вот так, чуть-чуть отдохнуть, прям немножко хотя бы расслабиться, выпрямить спину. Иначе в городе невозможно. Но, понятное дело, эта посадка, она сделана для такого жесткого воркаута на треке, да, когда ты не отдыхаешь, когда ты постоянно свесился, 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 вперед сместился, назад, вперед, назад, свесился. Но, тем не менее, мне как высокому удобнее на Kawizet X10R, мне удобнее на новом Fireblade, мне удобнее на BMW SRR. И этот мотоцикл наряду с April, которая очень крутая, по моему мнению, но мне тоже там тесно. Здесь мне тоже тесновато. У обычной версии, у Yamaha R1 есть две версии. Это R1 база, да, простая, которую мы сейчас видим, и R1 M, заряженная версия, на которой стоят подвески Yolens, там, тормоза другие, насколько я знаю. Ну, короче, я даже не вдавался в подробности. У нас сейчас стоит обычная версия, здесь вилка передняя Kayaba, но она, как говорит нам производитель, доработана была в 2020 году и стала немного эффективнее работать, там, уровень масла поменяли, еще какие-то там каналы. Короче, опять же, нам производитель говорит, что они ее чуть-чуть улучшили. В условиях городской езды, естественно, это почувствовать, ну, невозможно, это, скорее, вот, больше для трека. Подвеска имеет ход 120 мм, как спереди, так и сзади, это немного, но, в принципе, я говорю, в условиях городской езды, что-то понять вот по подвеске, опять же, мотоцикл максимально современный, и то, что здесь не стоят Yolens, ну, я вообще никак не ощутил. Абсолютно мотик стабильный, абсолютно мотик хорошо заваливается в повороты, очень остро рулится благодаря своей геометрии, да, благодаря своей короткой колесной базе, которая действительно короткая. Опять же, если сравнивать с Fireblade, который я совершенно недавно протестировал, мы даже, когда их загоняли на стенд, там прям вот, ну, невооруженным глазом видно, что на несколько сантиметров, причем, ну, не на два, там, даже чуть больше. Действительно, база у R-ки короче, чем у Fireblade. Сзади ход тоже 120 мм, амортизатор задней маятникового типа. Говорю, у меня, как бы, как человеку, который на этом мотике в городе покатался, тоже никаких нареканий нет, надо тестить на треке, но, понятное дело, что профессионалы, которые дубайсят на таких мотиках на треке, они сразу же, купив этот байк, меняют подвеску полностью, меняют тормозную систему полностью, еще туда электилеметрию могут зафигачить, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Поэтому, когда на трек этот мотик покупают уже не любители, а ближе к профессионалам, они, конечно, на это уже не смотрят. Смотрят они, конечно же, на другое, это мотор. И мотор здесь очень крутой. Вот я говорю, я, конечно, катался на Эрке уже с технологией кроссплейн. Кроссплейн – это крестообразный коленчатый вал, технология которого позволяет размазать крутящий момент, позволяет сделать мясной низ и ровную тягу, практически ровную тягу на всем диапазоне оборотов. И этот мотоцикл именно такой. Очень крутое, что есть этот мотоцикл, это, конечно же, его мотор, который едет с самых низов, с самых низов. Очень хорошо стартует на светофорах. И у меня складывается полное впечатление, что я еду не на спортбайке с рядом двигателем, а на какой-то стритухе, которая подрывает прям с самых низов. Наверное, поэтому этот спортбайк мне очень нравится в городе, если закрыть глаза на его очень спортивную и очень неудобную посадку. Ко всему этому бодрый мотор дополняется очень маленькими габаритами. После какой-нибудь КАВА или Фаерблэйда кажется, что ты едешь на 600-ке, ну, именно по габаритам. При этом такой мощный подрывной мотор, ну, в городе прям очень кайфово. Очень кайфово. Тем не менее, приходится ездить там на первый, второй, третий. Ну, в отличие от Фаерблэйда, на котором в городе ты ездишь, только на первый, мне кажется, ну, максимум там на вторую щелкает. Здесь, конечно, передачи покороче, но, тем не менее, они длинные по меркам городского мотоцикла. Мотор имеет объем 998 кубических сантиметров, ну, понятное дело, литр. На 13,5 тысяч оборотах он выдает 200 лошадиных сил, как заявляет производитель, и 113, не совсем 113, там 112 с небольшим ньютонов на 11,5 тысяч оборотов он выдает. Цифры не космические, да, как бы в 2020 году, когда каждый производитель уже заявляет, что у нас, ну, немножко хотя бы или много больше, чем 200 лошадиных сил, Yamaha выкатывает новый спортбайк, говорит, что они допилили двигатель, но сил там осталось 200. Но, ребята, я уже небольшой спойлер вам сделаю. Мы сняли для вас отдельное видео, где мы сравнили мощные спортбайки, в том числе один из экземпляров была вот эта R. Мы загнали эту R на стенд, измерили мощность, измерили показатели. Я не буду рассказывать, но дождитесь этого видео, и вы все увидите сами. Пока что мы говорим, что производитель заявляет 200 лошадиных сил, но то, что вы увидите, возможно, вас удивит. Также двигатель дополнен суперкрутой современной электроникой, которая здесь есть. И в 2020 году добавилось еще пару новых систем. Мотор действительно допилили, допилили бошку, допилили систему смазки, клапана стали как-то более круто работать. Я, опять же, я не техно-задрот. Мне говорит компания, что мы допилили мотор, он стал лучше. Я как бы этому верю, но я еще больше верю владельцам предыдущих моделей R, которые, прокатившись на новый R1 с теми же показателями, там, в 200 лошадиных сил в пике, они сказали, что, блин, такое ощущение, что это новый мотик. Ты как будто садишься со старого на новый, и тебе кажется, что, типа, вот ты сел как, ну, повысил кубатуру как будто. По характеру мотор, правда, очень крутой, взрывной, и это мне понравилось с точки зрения езды в городе, потому что мотор едет, ну, практически, там, с 2000, с 2500, он уже тебя дергает, особенно если поставить первый уровень Power, да, который дает максимальный отклик на ручку газа. Мотик реально такой тебе подсрачник дает, ну, прям вот клево, как стритуха, реально. И это делает его очень удобным в плане езды в городе по динамике. То есть он неудобен по посадке, но по характеру езды, по характеру, динамическим характеристикам каким-то. Этот мотик очень клевый в городе, и я считаю, что из всех спортбайков, которые я протестировал, наряду с Априле и, наверное, ну, Дукати Панигале все равно, вот Априле, наверное, да, 1100, Factory и R1 новая, 20-го года, это самые крутые по динамическим характеристикам спортбайки для города, потому что они реально дубасят прям с самых низов. Вот знаете, когда открываешься на новый Yamaha R1, складывается такое ощущение, что мотор вообще не напрягается. Вот вообще. Вот правда, я не чувствую сопротивления. Знаете, в рядных четверок обычно происходит такой эффект, как бы, и потом он начинает ехать. Здесь такого нет. Он просто не напрягается, просто бау, пошел. То есть смотрите, вот, ну, я такого спортбайка вообще ожидать не мог. Вот смотрите, 2000 еду. Да он пинает прям тебе под жопу. Я не катался в последнее время на R-ках, которые выходили. Последняя, говорю, на которой я ездил, она тоже была на курс-плейне, но это была старая-старая R-очка. Ну, по сегодняшним меркам, да, десятилетняя, скажем так. Все, что современное, это, конечно, всегда круто, всегда завораживает. Ну, вот, вы видели все сами. Мотор очень линейный, очень линейный, очень легко раскручивается. То есть у него такое ощущение, что, ну, колесо не нагружается, как будто он начинает парить по воздуху и разгоняется, и разгоняется, и разгоняется. Очень кайфовое ощущение. Пинок дает на второй, на третий, разгружает переднее колесо. Потрясающий мотор. Стоит приоткрыть ручку газа, и вы едете уже 200. Вот что мне нравится в этом спортбайке, это то, что сначала ты наваливаешь 200 плюс по трассе, потом утыкаешься в поток, скидываешь скорость, и начинаешь динамично снырять в потоке, как на какой-нибудь стретухе. Единственное, что смущает, это, конечно, посадка и клипоны на более маленькой скорости. Но в целом, если привыкнуть, то делать это очень весело и легко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно же, двигатель расположен в знаменитой раме Delta Box, которая с годами не менялась в Yamaha R1, это уже тоже, как сама модель легенды, эта рама. Она очень клевая, она дает определенную жесткость, да, мотоциклу, но при этом она не очень много весит. И стоит сказать, что снаряженная масса этого мотоцикла 201 килограмм. Но, опять же, как заявляет нам производитель, естественно, взвесить я его не мог. Вот, это не самые топовые показатели, но для мотоцикла за полтора миллиона я считаю, что это один из самых топовых и крутых спортбайков, потому что все, что круче, идет дороже. На второй, третьей передаче, ребят, я молчу про первую даже. Вторая, третья передача, это безумие. Это вот стопроцентно вывешенное переднее колесо, стопроцентно. Очень крутые ощущения от этого всего, очень крутые. Прям ух! По управлению тоже нареканий никаких нет. Идеальная развесовка, мотоцикл легкий в управлении, ощущается легким. На ходу, когда ты ощущаешь вот эти маленькие габариты, ты просто кайфуешь. Просто кайфуешь. Рулить на маленькой скорости очень просто. Выворот руля, кстати, я удивился, может быть, мне изменяет память, но на современных мотоциклах, спортбайках, супер байков. Поворот руля, такое ощущение, что стал побольше, как будто производители, ну, начали в угоду вот этим уличным гонщикам делать это. Ну, не знаю, может быть, я ошибаюсь. Круче едет, по моему мнению, конечно же, V4 понигали. Мы понимаем, что она стоит в два раза дороже, чем RK. Круче едет апреля RSV 1100 Factory. Ну, опять же, да, там объем плюс, не тысячная, а тысяча сотая именно. И стоит она тоже дороже. Вот, в своем ценовом сегменте по полтора миллиона, там, с небольшим Yamaha R1, ну, она прям, вот, мне кажется, самая крутая. И раз уж мы говорим про двигатель, давайте пару слов скажу про масла. Я, как и многие другие, наверняка, кто меня сейчас смотрит, постоянно парюсь за то, какое масло заливать в свой мотоцикл. И, действительно, на форумах люди постоянно обсуждают, это лучше залить, то лучше залить. Особенно это актуально, когда у вас высокооборотистый спортбайк, который работает, действительно, под большими нагрузками. С Yamaha все гораздо проще, ведь у них есть вот свое масло, которое называется Yamalube. У них есть своя тестовая комиссия, которая постоянно изучает что-то, проводит тесты и так далее. И инженеры Yamaha сами принимали участие в разработке этого масла. И можно сказать, что это идеальное масло для техники Yamaha. Идеальное оно по следующим причинам. Есть такие вещества, эстеры. Я про них не знал, но вот на днях, когда мне прислали информацию про это масло, я загуглил, узнал, что это такое, и оказывается, это очень важная штука. У этих веществ есть несколько свойств, которые делают это масло очень крутым для высокооборотистых двигателей, мотоциклов, снегоходов и так далее. Первое свойство. Эти вещества очень круто прилипают к металлическим деталям, потому что они поляризованы, молекулы. Они прилипают к металлическим деталям, создают защитный слой. Плюс ко всему, они очень круто ведут себя под высоким давлением. Особо актуально, опять же, на высокооборотистых двигателях. И в-третьих, у них очень большой диапазон температурной работы. Но тут еще стоит сказать, что хорошего должно быть всего меру. В масле Ямалюб оптимальная концентрация эстеров содержится, потому что превышение их обычно приводит к образованию кислот и вздутию сальников, что нежелательно. Ну и вообще необоснованно увеличивает стоимость продукта. Можно сказать, что это идеальное масло, поэтому если вы владелец Ямахи, не нужно искать что-то идеальное. У меня инженеры и компания давно уже сделали это для вас, поэтому скажу так, если ты Ямаха-люб, заливай Ямалюб. А мы идем дальше. Итак, мы разобрались с вами. Движок здесь очень крутой едет. С подвеской тоже разобрались. Хоть и на не топовой комплектации R1M, да, но подвесочки хорошие. Я в городе вообще никаких нюансов не ощутил. Все понравилось. Но как же дело обстоит с тормозами? Ведь если посмотреть на переднее колесо, то мы не найдем там надписи Brembo или Nissin. Первая мысль, которая возникает, когда ты смотришь на то, какие суппорта здесь установлены, это типа, черт возьми, что это за ноунейм вообще? Это должно тормозить этот совершенный быстрый спортбайк? В общем, я даже не знаю эту фирму, которая производит вот эти суппорта, которые ставятся на R-ку. Они, да, четырехпоршневые, они вроде хорошие, и мотоцикл, ну, действительно тормозит хорошо, на самом деле, эффективно, из больших скоростей. Но, что мне не нравится, это то, что тебе нужно вжимать тормоз очень сильно, чтобы он хорошо тормозил. Даже на маленькой скорости это бесит, потому что, привыкнув к хорошим тормозам, конечно, к хорошему, быстро привыкаешь. Каким-нибудь Brembo, особенно Stilema, который устанавливается на новейшие мотоциклы Ducati, которые стоят на SP-шной версии Fireblade. Вот после этих тормозов, на R-ке тормозов, их хватает, говорю. То есть он может тормозить хорошо, но тебе так надо вжимать ручку, что просто пипец. Хотя на Fireblade тоже есть косяк, там резиновые шланги стоят, как бы странно это не звучало на SP-версии, в топовой комплектации. Там тоже нужно сильнее рычаг тормоза выжимать, но не настолько. То есть там, ну, ты выжимаешь на маленькой скорости, и суппорта прям схватывают диски, и прям все шикарно становится. Здесь прям нужно вжимать. Тормозная машинка стоит, не SIN, что тоже не топчик, казалось бы. Ну и вообще, на самом деле, когда на Yamaha вот отсюда смотришь, выглядит так дешево немножко. Мы не видим здесь надписи Brembo, мы не видим здесь бесключевого доступа, мы не видим здесь гидравлики на сцепление, здесь тросик. Наряду с вот этими непонятными суппортами спереди у нас все-таки стоит 320-й тормозной диск, с одной стороны и с другой, да, два тормозных диска спереди. Сзади у нас, ну, понятное дело, машинка не SIN, задний тормоз для трекового спортивного мотоцикла это такое вспомогательное, корректирующее. Здесь, как бы, ну, я не знаю, какие могут быть нарекания, здесь особо ничего не ощутишь. Ну, тормозят, да, тормозят. Плюс ко всему, тормозная система дополнена современной системой, которая здесь называется Breaking Control, она же ABS. Там есть два уровня. Первый это без корнеринг ABS, который не работает, когда в наклоне ты фигачишь на треке, система не работает, да, и, конечно же, корнеринг, когда система считывает угол наклона этого мотоцикла, ABS работает соответствующе, да, в зависимости от наклона мотоцикла. Ко всему прочему, здесь, конечно же, есть engine brake, система торможения двигателем, которая тоже настраивается. И мы с вами плавненько переходим к электронике, которая есть в этом мотоцикле. Вообще, раньше, в моем понимании, японские производители не делали крутых систем электроники. Первое мое знакомство с крутой, действительно, поистине крутой систем электроники было, когда я протестировал апрелье мотоциклы, Туону, РСВ, да, там действительно прям космос. На Дукате тоже, да, то есть, в моем понимании, это какие-то европейцы. BMW, на японских мотоциклах всегда как-то было все более просто, с небольшим отставанием по технологиям. Но в 2020 году в Ямахе, в принципе, есть все то же самое, что есть сейчас у топовых европейцев и так далее. Система называется YRC, по-видимому, Ямаха Рейсинг Контроль, и в нее входит ряд очень крутых и, правда, классно работающих систем. Первая настройка в этой системе, это, конечно же, настройка Power. Она регулирует отклик на ручку газа, не мощность двигателя, как многие могли бы подумать. Здесь четыре уровня. Первый самый злой. Действительно, там на двух тысячах, иногда даже в пробке, ну, дергать слишком сильно, что хочется это все отключить. На четвертой будет очень няшная ручка газа, вот для новичка или в дождь, там прям подойдет. Следующая система, это, конечно же, трекшн контроль, куда без нее в 2020 году на треках в спортбайке. Здесь девятиуровневый трекшн, это очень круто, то есть можно более точно настраивать для трека, даже в базе, не нужно там какие-то супер гоночные мозги покупать, чтобы уже сесть на спортбайк, вот этот из салона, и уже показывать какие-то крутые результаты. Профессионал даже может сесть и как-то под себя настраивать. Дальше здесь есть система слайдинг контроля, которая контролирует вот этот слайд, срыв заднего колеса в повороте, когда вы дубасите на треке. Конечно же, здесь есть лаунч контроль двухуровневый, который, ну, понимаем, что такое лаунч контроль, он ограничивает обороты, и потом, используя систему вели контроля трекшн контроль, позволяет вам максимально эффективно стартануть в начале гонки, ну, или там, со светофора, если вдруг вы хотите. Здесь появился двухсторонний квикшифтер. Почему я говорю появился? Потому что последняя Ямаха, самая свежая, которую я тестил, это была МТ-10 2019 года, и на ней был квикшифтер только наверх. Просто божественный квикшифтер, который супер точно работает, как вверх, так и вниз. Не важно, какая у вас динамика, привет, BMW, да, у которых на низкой динамике квикшифтер просто плюется, пинается, и отказывается хорошо, быстро и плавно работать. Здесь все круто. Вниз скинули, вверх, вверх, тормозим вниз-вниз. Все шикарно. Система, которая называется LIF, это система в вилле контроля, которая препятствует поднятию переднего колеса. И я вам скажу так, она здесь трехуровневая, и на единичке она мне не дает высоко поднять переднее колесо, как на многих других мотоциклах. То есть, чтобы вилл мотик нормально, надо ее отключать, и тогда он очень хорошо виллит. Но при этом, даже на единичке, мотоцикл, ну, он как бы подергивает, поднимает переднее колесо, но очень быстро ускоряется вперед. Система действительно очень круто работает, эффективно, потому что на треке важно, чтобы мотоцикл как можно быстрее разгонялся. То есть, чтобы система допускала подъем, разгрузку переднего колеса, а разгружает переднее колесо, это мотоцикл на первых трех передачах только так, вот почти на всем диапазоне. Но при этом позволяет ему уверенно и быстро разгоняться вперед. И две новых системы, которые появились вот в 20-м году, как я уже сказал, это engine brake контроль и braking контроль, он же ABS. Вот, собственно, это все настраивается. В каждом режиме А, Б и С вы можете каждый из этих компонентов, параметров абсолютно независимо настроить, ну, не считая, что, да, если трекшн отключите, там, вилле контроль не будет работать и так далее. Это очень круто, это правда очень круто, а единственное, вот, почему-то в современных мотоциклах отключают возможность убрать ABS совсем. То есть, я вот на Ducati Street Fighter на новом заметил, это нельзя программно отключить. И вот здесь вот брейкинг контроль, ну, можно только включить либо первый, либо второй уровень. Отключить почему-то нельзя, ну, либо я не разобрался. Плюс ко всему, здесь цветная приборная панель, очень крутая, все на ней классно видно. У нас нарисован там такой прикольный мотоциклик, который показывает, насколько нагружено переднее или заднее колесо, ну, и подвеска. Это очень прям классно заметно, когда открываешь газ, задок нагружается и нажимаешь тормоз, передок загружается. Очень классно тоже для трека, ну, а для городских райдеров, ну, такая прикольная фича, как бы можно друзьям будет показать, похвалиться, что вот у меня такая штука есть. Конечно же, есть спортивная приборка с отсечением времени, слэп таймером, но в городе я ее даже не включал, зачем она нужна в городе, вот, ну, тоже приятная такая особенность. Современный мотоцикл в плане электроники это просто, просто космос. Настолько все точно работает, шестиосевые вот эти IMU, которые считывают кучу информации, чтобы принимать решение, каким образом действовать электроники в той или иной ситуации, это, конечно, ну, просто вышка. На самом деле, у многих уже производителей это все есть, здесь ничего нового, скажем так, ну, это круто, хотя пара систем в R-ке новых появилась. Ручка газа здесь электронная, но никакой проблемы я не вижу. 2020 год, технологии шагнули настолько вперед, что придираться к чему-то, ну, вообще нет смысла. Когда раньше, там, электронные ручки газа, когда только появились, очень много с ними было проблем в тактильном плане, в плане подачи-передачи, там, и так далее, и комфорта управления, то сейчас такого нет, ну, не знаю, ни на одном современном кремитации кремитации. Технологии действительно шагнули вперед. Пульты здесь очень мне нравятся, они классные, прикольные, за исключением одного «но». Колесико-меню, которое расположено на правом пульте, оно с такой трещоткой, и когда ты без перчатки нажимаешь на него, есть такая функция у этого колесика, становится, ну, аж больно и неприятно. Вот сейчас у меня на пальце даже остался отпечаток после того, как я нажал, блин, эту кнопку. Это правда, ну, не понравилось мне, во всем остальном пульты очень классные и информативные. Вообще, когда сидишь вот так вот за рулем мотоцикла, он не ощущается каким-то супердорогим, коим ощущается новый «Файрблейд», когда ты на нем сидишь. Мотик все-таки ощущается таким бюджетненьким, но он и стоит. В своем, говорю, ценовом диапазоне мотик самый, по-моему, лучший. По поводу аэродинамики, я сейчас пару слов скажу здесь возле мотоцикла, в остальном дополню, когда буду ехать за рулем, потому что тут тоже есть некоторые, скажем так, замечания с моей стороны, да, лично с моей, не то чтобы там что-то с мотоциклом не так. Инженеры, конечно же, заявляют, что здесь суперкрутая аэродинамика, компания «Ямаха» имеет очень богатый опыт в мото-гонках, они разбираются в этом очень хорошо, и даже вот эти вот сквозные отверстия, да, в хвосте, которые у нас здесь имеются, которые вот у «Дукати» понигали можно наблюдать, и у всех, по-моему, современных спортбайков многих начали так делать. Это все сделано для того, чтобы добиться крутых аэродинамических характеристик. Никаких винглетов спереди мы не замечаем, как у некоторых современных, да, спортбайков, которые вышли в этом году, и не только в этом, да, это «Дукати», там вот эти крылышки, винглеты, у «Файрблейта» тоже есть винглеты, у еще там других мотиков, у «Априле», да, а «1100 в «Фэкторе» тоже винглеты. Здесь этого нет, и, честно вам скажу, возможно, этого не хватает, потому что первые три передачи, когда ты откручиваешь газ, мотоцикл вывешивает очень сильно переднее колесо, возможно, это не из-за аэродинамики, хотя там скорость уже за 200 на третьей передаче. Ну, очень сложно контролировать мотоцикл, особенно на дорогах общего пользования, потому что неровности какие-то начинают кидать ваш мотоцикл, а переднее колесо у вас висит в воздухе, и вы не можете управлять байком совершенно никак. Когда открываешь фуллгаз, колесо просто разгружается, передок парит в воздухе, иногда даже из-за неровного асфальта у нас вот здесь мне приходится куда-то влево свешиваться, чтобы мотоцикл не тянуло вправо. Небольшой дискомфорт доставляет, ну, возможно, это действительно из-за короткой базы и высокой мощности мотора и его крутых характеристик. Во всем остальном аэродинамика действительно хорошая, за исключением, наверное, особенностей меня, и об этом сейчас я вам от первого лица расскажу. Ветрозащита здесь довольно неплохая, но, опять же, я человек высокий, и в плане спортбайка как спортбайка, на котором тебе удобно должно быть работать на треке, который хорошие аэродинамические характеристики имеет для именно тебя как пилота, я на Ямахе все-таки немножко не помещаюсь. Вот Ямаха в плане габаритов она как РСВ, она очень нравится, как едет мне, она, ну, действительно обладает хорошими характеристиками, к тому же 20-й год допилили, и мотик стал гораздо злее, реально злее, но ветрозащиты здесь мне не хватает, то есть на скоростях 250 плюс я пытаюсь лечь и спрятаться вот за этим ветровиком, у меня не совсем получается это. Ну, прям вот маловато места, скажем так. Наверное, 182, вот предел прям комфорта, предел комфорта. Зеркала стоят достаточно узко, из-за этого в них немного хуже видно, чем на спортбайках с более длинными зеркалами, но из-за этого мотоцикл, ну, и ощущается уже, потому что лопухи вот эти не торчат, и самые узкие щелочки можно проезжать. И, как я уже отмечал, сам спортбайк достаточно узкий, ощущается такой легкой 600-кой, и для меня он даже ощущается маленьким, ну, это правда, потому что у него короткая база, опять же, если вот сравнить с фаером 20-го года, на котором я уже покатался, база у фаера гораздо больше, то есть ты это ощущаешь. Если я вот так сижу и ложусь вперед, у меня кадык упирается в обтекатель, ну, то есть база правда очень короткая, но при такой базе очень хорошо контролировать подъем морды на ускорении с помощью тела, то есть, когда я выношу тело вперед, оно очень сильно гасит вилли, но когда ты вот так опять въезжаешь в пробку, ты думаешь, блин, я не хочу опять мучиться в этой позе креветки, когда у тебя руки внизу, ну, вот руки без преувеличения, они на уровне колен. Попробуйте, сядьте на стул, вытяните руки вперед и опустите их на уровне колен и подержитесь в таком положении ну, хотя бы минуты три, просто подержитесь за счет прессы и спины. Вы поймете меня, если никогда не катались на таких мотоциклах. Это правда тяжело. Да, когда ты валишь, ты это не замечаешь, потому что, как я уже сказал на треке, да, work hard, work hard, ты постоянно меняешь нагрузки, у тебя нет статичных нагрузок, но когда ты начинаешь вот так вот толкаться в пробке, эти нагрузки переходят из динамических в статические и спина начинает офигевать. буквально пару слов про дизайн. Понятное дело, что я во всех обзорах говорю, что дизайн это вкусовщина, но у R1 есть свой определенный стиль, которого она придерживается. У нас был план и мы ее придерживаемся. Но дизайн этого мотоцикла многими воспринимается как, знаете, R3, я снимал на нее обзор, она очень похожа по дизайну, R6 очень похожа по дизайну и дизайн R1 не показывает вот эту агрессию и мощность, которая обладает на самом деле этот мотоцикл. То есть она ничем не примечательна, кроме вот этой надписи вот здесь спереди R1, но R3 такая же надпись R3 здесь. Вот. И это, конечно, огорчает. Дизайн у R1, скажем так, простенький. Да, он, конечно, наполнен всякими интересными элементами. Вот этот стоп-сигнал, вот эта вот попочка такая красивая, здесь такие решеточки, жабры. Но в целом дизайн простенький. И он, правда, очень похож на R6 или на R3. И это, конечно, огорчает, потому что мотоцикл крутой. Но здесь все на самом деле прикольно. Светодиодная оптика, вот эти грозные глаза с бровками, стоп-сигнал, как я уже сказал, очень красивый. В целом, жить можно. И когда ты понимаешь, как едет этот мотоцикл, ну, на дизайн уже как-то вот на второй план отходит. К тому же, ну, это же не итальянский мотоцикл, а японский все-таки. Черт с ним, с дизайном. Заявленный расход производителям это 6,9 литров, то есть 7 литров. Но, естественно, на практике, если валить, мы получаем цифру больше, но не сильно большую. И расход у нас на самом деле порядка 8 литров выходит. В целом, считаю эту цифру адекватную, с учетом того, как мотик едет. Ну, не едет, он валит. Это даже маленький расход, я считаю. Кстати, никакого бесключевого доступа здесь нет. Вот такой вот обычный ключ. Блокируется руль тоже абсолютно обычным способом. И бак открывается этим же ключом. Как видите, в предстоятельстве Yamaha даже брелки не вешают. Объем бака здесь 17 литров, даже с счетом резерва. Ну, по факту, обычно заливаешь литров, наверное, 13. В общем, по расходу, по-моему, совершенно нормальный литровый спортбайк. Вот, честно вам признаюсь, я все эти дни, сколько у меня этот мотоцикл, он у меня немало, потому что мы уже успели и погонять, и позарубаться, там 2.99 будет отдельный видос, как я уже сказал, с замерами. Я пытался найти у этого мотоцикла реально минусы, то есть я, правда, его рассматривала как спортбайк для города, и как спортбайк для трека, представлял, каково это, потому что по треку я так и не покатался на R-ке. И вы знаете, блин, вот мне здесь нравится все. Здесь нет чего-то, чего мне не хватило. У него очень крутые нюззады спортбайка, при этом передатки позволяют очень быстро разгоняться до высоких скоростей, и набирать там скорость 300, условно, да, ну почти 300 там реальных по GPS-у. Единственное, что можно сказать из нареканий, это, наверное, про резину, которая ставится с завода на эти мотоциклы. Это Bridgestone Batlax, так называемый. Честно, мне вообще не зашел. Мне вообще достался мотоцикл уже с подраной резиной. Кто-то вот так вот, ну не совсем умело, наверное, поездил на треке или в городе откручивал на электронике. Мотоцикл боролся там с этой резиной, ну она правда какая-то вот не внушает доверия. Она вроде мягкая, но какая-то вот какая-то вот не липнет как будто. И действительно в небольших наклонах под маленькой нагрузкой часто видишь, как трекшн что-то там моргает, что-то тебе пытается сказать. И, наверное, то, что этот мотоцикл очень сильно задушен. С завода здесь стоят четыре катализатора. Не дает он, понимаете, вот этому кроссплейному двигателю вот запеть в полный голос, так сказать. Конечно, если поставить прямую трассу, то звук здесь будет просто божественный. Он будет вот, ну как у Априлей вот на ее АВ-4 этот поющий прям звук такой ревущий такой звук, да? Вот у Уэрки такой же звук, несмотря на то, что это рядная четверка, да? Она не звучит как типичная рядная четверка. И на стоковом выхлопе да, она пытается там какие-то заслонки открыть на определенных оборотах, пытается чуть-чуть порычать, но все равно не то. Все равно не то. И, конечно же, наверное, посадка. Но посадку я не беру в расчет, потому что, если судить Эрку как мотоцикл, на котором ты будешь ездить по городу, ну да, возможно. Но надо учитывать, что это все-таки спортбайк, и на нем надо выезжать на трек. И для трека посадка, ну, одна из самых идеальных в базе. То есть, действительно, расположение подножек, калипонов, оно прям очень близко к идеальному. На этой вот такой вот ноте попытки, не знаю, найти какие-то минусы у мотоциклов, ну, блин, я не знаю. Люди, которые ездят на Эрках, наверное, сейчас со мной согласятся, то, что у Эрки очень мало минусов. Это действительно хороший мотоцикл с историей, к которому, ну, вот прям не докопаться. И на этой ноте давайте подведем итог. Ну, что вам сказать, ребят? Добрался я таки до Yamaha R1, протестировал ее, да еще и в самом последнем, в самой последней версии, в самой прокаченной, в самой дополненной, скажем так. Она меня не разочаровала вообще ни разу. Теперь я знаю, что такое Yamaha R1, я знаю, что такое Эрка. Это, правда, очень крутой мотоцикл, очень быстрый мотоцикл, готовый составить легко конкуренцию любому современному производителю супербайков, да. Здесь последняя электроника современная, которая есть у других конкурентов. Она работает очень классно, очень чутко, очень крутой мотор, который меня порадовал в городе, прям приятно, удивил, правда. Тормоза, конечно, ну, хотелось бы, чтобы они были покруче, но, опять же, есть у нас R1M, пожалуйста, можете отвалить котлету, либо можете купить какие-нибудь там крутые, сами тормоза поставить, но, в целом, жить с этими тормозами можно, то есть, было бы одно дело, если бы они не могли ничего делать, а тут, получается, ну, что они тормозят, ну, просто вот, ну, надо прям вот, прям вот всей рукой хапать тормоза. Во всем остальном, ну, он не создает впечатление какой-то дорогой игрушки, но он создает впечатление трековой машины, вот, знаете, это та самая трековая машина, которая вот, такой полукорч, который ты берешь прям с салона и фигаришь на треке. Поэтому Ямахи я поставлю 10 из 10, просто вот, ну, ну, впечатлил меня мотоцикл, правда. Классный, офигенный, поездовым качествам, вызывающий эмоции. И все японские четверки, наверное, самые крутые по своим динамическим характеристикам. И на этом мы закончим наш сегодняшний обзор. С вами был взрывной майк, ставьте лайки, конечно же, поддержите мои видосы, буду вам безмерно благодарен. Всем, как всегда, лютой катки, фирменной, и пока-пока. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok